Я Валер Заненко и сегодня мы с вами будем обстукивать разные основания для настольного тенниса. В первую очередь нас интересует скорость, какое основание быстрее, какое медленнее. И вот будем из этого исходить. Также сразу скажу, что многие из этих оснований можно будет приобрести. Характеристики и цены на них я укажу в описании под видео. И мы с вами давайте начинаем. Здесь прямо есть полная палитра, прямо от самых медленных оснований, самых тухлых защиты. И также очень быстро есть основания. И вот мы сегодня с вами определимся, давайте. Как определять, да, разберемся. И как можно выбирать в магазине основания, да, по стуку, если брать. Так, ну вот самое медленное, как мне кажется, это Chain Defender, компания YOLA. И даже есть значок GTTA, то есть сделано в Японии. Вот. Мне кажется, что оно самое медленное. Хотя вот у этой линейки, у YOLA есть Chinvixin, доска. Она побыстрее будет. Давайте попробуем. Так, вес его 94 грамм, по-моему. Да, все верно, 4 грамма. Вот такая вот доска, да. Давайте теперь возьмем Горики Суперкат. Тяжелая доска, дорогая доска. 111 грамм веса. Ну, позвончее будет. Позвончее будет, чем первый вариант. Да, здесь помедленнее. А Горики прям позвончее. Прямо на порядок. А на и тяжелее. Да, прямо тоже намного. Я думаю, что на сгорике можно только шипы на тонкую губку брать. Либо совсем без губки. Потому как, если бы ставить что-то другое, будет доска очень тяжелая. Будет вес комплекта больше 200 грамм. Потому что только основание. 111, если брать накладки обычно, это 45-50. Но тут 50, потому что большой обрез. И вот поэтому будет больше 200 грамм. Поэтому нужны шипы без губки. Так, у нас есть еще компания Юсака. Sweden Guardian. Так, смотрим. Побыстрее, чем Горики. Как вот ведет себя будет в игре вести, очень зависит от веса. Потому что если доска весит медленно, можно ее разгонять с помощью своего движения. Если у вас кистевое движение, то тут у нас 87 грамм. Ну вот, можно разгонять с помощью своего движения, если около 80 грамм. Кистевым ударом. А 87 тоже нелегкая доска. Тем более, если увеличена лопасть. Хороший вес. Можно и вешать шипы на более толстые губки. Поэтому здесь все в порядке. Она побыстрее, чем Горики. Суперкат. Так что, пока у нас Чед Дефендер самая медленная. Горики на втором месте. Да. А Sweden на третьем. То есть, получается, даже неправильно сказал. Да, получается, что это на последнем месте, на предпоследнем. И это вот второе место, третье место с конца. Берем Типхар Стратус Пауэр Дефенс. Доску она легкая. Она весит около 80 грамм. Да, 80 грамм ровно. Ну, Sweden как будто быстрее. С Sweden побыстрее будет, но чем хороша эта доска, ее легко разгонять. Ручка очень удобная. Тут, если брать ласточку, удобная. Может быть, кто-то не любит, потому что крутить сложнее, чем прямую ручку. Но хорошо, что она легкая, ее можно кистевым движением разгонять. Да, поэтому у кого есть кистевое движение, можно брать вот эту доску. В плане того, чтобы ее проще разгонять. И вот с TNG 0.5 она играет хорошо. Вот. Но мы ставим ее чуть медленнее, чем Sweden Guardian Guardian. Потому что берем за основу движение без кисти, обычное, да, которое движение идет. Корпус, корпус, немножко предплечье. Вот такое вот берем движение, поэтому, скорее всего, вот так будет. Так, потом у нас идут уже, смотрим доску еще одну. Hadro Special Wood Blade Butterfly. По-моему, Max Чиплэгин я играл долгое время, сейчас не знаю. Хорошая доска. Давайте попробуем постучать. Вес ее, давайте сразу определим. 8.7. Ну, Guardian быстрее. Guardian быстрее. Смотрим Stratus. Stratus быстрее, но тут чувствуется плотность, что можно добавить плотность. Такое плотное бывает основание, не очень быстро, но плотное. Это часто бывает у таких с увеличенной лопастью основания. Но тут как раз такой эффект есть. Ну что, Горики, Суперкат теперь. Горики-то быстрее будет, за счет своего веса. Хотя звончеи вроде бы очень похожи. Нет. Я думаю, что Butterfly бы побыстрее, да? Не могу определить. Хотя вес Butterfly меньше, но по скорости очень похожи. Давайте пока они поделят. Не могу определить. Вроде бы какая-то звончея чуть-чуть, но очень похожи. Мы пока ставим Хадру и Горики на одно место. Чен-дефендер у нас на последнем, предпоследнее. Потом Stratus Power Defense. Потом Guardian Sweden доска. И я думаю, что у нас идет сейчас Spinlord. Должно пойти по скорости. Spinlord ультракарбон, защитное основание, увеличенная лопасть. Вес 85 грамм. Spinlord ультракарбон быстрее, чем. Так, хорошо. Так, кладем. И сейчас у нас идут уже основания, которые побыстрее. Нападающие основания. Давайте посмотрим. Tiphar CCA. Это Чен-Чен-Ань. Unlimited. Без карбона. Побыстрее, да? Чем ультракарбон. Вес. По-моему, большой там был 90. Нет, 96. 96. Хороший вес. 90 грамм. Так. И теперь у нас пошли быстрые основания. Давайте посмотрим за занянкой вызов. Все-таки защитное основание с большой лопастью. Как оно будет себя вести. Ну, побыстрее, чем. Сипхар. Похоже, но побыстрее. Так, занянка вызов. Теперь Петер Корбель японский. Вес Петера Корбеля 93 грамма. Так, а занянка вызов сколько это? 10 грамм. Давайте посмотрим. 86. Ну, побыстрее занянка вызов будет, чем японский Петер Корбель. Чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть быстрее. Смотрим. Сипхар помедленнее. Сипхар помедленнее. И еще есть доска XVT карбоновая доска с Алиэкспресса. Вес здесь 84 грамма. Данянка вызов. Посмотрим. Ну, XVT помедленнее. Так. Ну, Петер Корбель, то нет смысла брать, да? Давайте возьмем Типхар. Типхар помедленнее. Типхар помедленнее. Где-то вот близко. Чуть-чуть медленнее. Здесь XVT будет побыстрее. И здесь XVT будет побыстрее. Ну, получается, что самая быстрая доска у нас Занянка вызов, да? То есть, сравним с Петер Корбелем японским. Потом Типхар Unlimited без карбона. Потом у нас идет Спинор Ультракарбон. Так. Потом, как ни странно, интересная доска получилась Sweden Guardian. Потом легкий Stratos Power Defense. Горики у нас в одном месте у нас получился одну позицию поделила с Hadro Баттерфляевским. И самая медленная доска Chain Defender. Вот такие вот вот так можно определять ракетки по скорости. Напишите обязательно в комментариях прав ли я. Может где-то я ошибся. Может быть что-то можно поменять местами. Ну, вот по моим ощущениям это вот выглядит вот так. Ну, и, конечно, по лопасти судить можно сказать, что если вот брать Петер Корбель и Заненко, то мы видим насколько Петер Корбель меньше. Заненко 160 на 165, а Петер Корбель ну, меньше, да. То есть идет лопасть обычная. Если брать С Гуардиан. Может Петер Корбель все-таки увеличенная лопасть. Если мы судим по вот этой доске XVT, то Корбель наверное чуть больше будет. Да, и Корбель чуть-чуть больше будет. С вами был Валера Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.